День и ночь С каждым днём становилось имя существительное всё грустнее и грустнее. Заметили это другие части речи – имя прилагательное и глагол, и спросили, почему имя существительное так грустит. «Ах!» – ответило имя существительное. «Я так устала! Мне всё время приходится работать!» Решили части речи помочь имени существительному. «Я поработаю за тебя!» – сказала имя прилагательное. Стало имя прилагательное заменять имя существительное в предложениях. Что тут началось? Известная детская песенка «В лесу родилась ёлочка» стала называться так. В хвойном лиственном зелёном родилась колючая новогодняя хвойная. И остальные предложения стали не лучше. Не предложения, а загадки. «Нет, не получается!» – расстроилась ими прилагательное. «Я могу замечательно описывать предметы, но мне нужен предмет для описания. Без имени существительного я это не могу!» «Давайте я попробую!» – предложил глагол. Всё вокруг закрутилось, завертелось, запрыгало, забегало. «А что прыгает?» – вертится и бегает непонятно. «Увы!» – сказал глагол. «Я обозначаю действие предмета. Я без имени существительного тоже не могу. Мне нужен предмет, который будет совершать действие». И решили тогда части речи обратиться за помощью королеве речи. «Я знаю, как вам помочь!» – сказала королева речи. «Совсем освободить от работы имя существительное я не могу. Но я создам такую часть речи, которая будет иногда вставать вместо имени существительного». Так появилась новая часть речи – местоимение. Местоимение стало помогать имени существительному, и оно стало меньше вставать. Местоимение, которое помогает имени существительному – это личное местоимение. Ещё появились местоимения, которые стали помогать другим частям речи, но это уже совсем другая история. Что же такое местоимение? Само название «местоимение» подсказывает, что встаёт оно вместо имени. Личное местоимение не называет предмет, а только указывает на него. Личные местоимения – это слова «я», «мы», «ты», «вы», «он», «она», «оно», «они». Почему они называются «личные» вы узнаете в третьем классе. Сравните столбики местоимений. Как вы думаете, чем отличаются местоимения каждой группы? Местоимения первого столбика указывают на один предмет. Значит, они стоят в единственном числе. Это местоимения «я», «ты», «он», «она», «оно». Местоимения второй группы указывают на два и более предметов. Значит, они стоят во множественном числе. Это местоимения «мы», «вы», «они». Зачем же нужны местоимения в речи? Рассмотрим предложение. По небу плыли облака. Облака были лёгкие и пушистые. Мы видим, что в этих предложениях повторяется слово «облака». Как же избежать повтора? Нужно во втором предложении заменить слово «облака» местоимением. Догадайтесь, каким. Это местоимения «они». По небу плыли облака. Они были лёгкие и пушистые. Итак, местоимения помогают избежать повторов в тексте. Сегодня мы узнали, что местоимение – это часть речи, которая не называет предмет, а только указывает на него. Местоимения бывают единственного и множественного числа. Местоимения помогают избежать повторов.